Я Прометей! Я здесь живу и радуюсь этой красоте! Я Насрен! Я тоже здесь живу и тоже радуюсь этой красоте! Горь, небо, богат, олим и море! Кавказ! Мы пленники этой красоты, пленники Кавказа! Когда-то я и мой коллега Насрен совершили хищение в особо крупных, я бы сказал, неземных размерах! Из богих побуждений, да? Мы похитили огонь и богов и передали его людям, и за это нас приковали горам Кавказа! Кстати, коллега Насрен, слово «Кавказ» придумал я! Оно впервые встречается в трагедии Схила Прометей Прикованный, это 444 год до нашей эры! Ученые ломают голову, надо идти маологии этого допонима, это вполне логично, не правда ли? Большинство гипотез выражают точку зрения, что в слове «Кавказ» выражена бинарная позиция и верхний сформирование крайними лексемами неба и земля! Стоп, стоп! Не груди, брат Прометей! Вас приезжают послушать, так вы все здесь придумали, да? А сам-то ты откуда взялся? Многие считали Кавказ своим! Ээээээ, вот так мы спорим уже несколько тысячелетий. В шутку, конечно, да? Конечно, в шутку, ведь мы братья по несчастью! Я прикован к горе Эбрус, я сам стал Эбрусом! Я прикован в горе Казбек, я сам стал Казбеком. Я украл огонь с горы Олимп, я отобрал огонь у богов. И в сердцевине тростника вынес его людям, и передал его людям. Я научил людей грамоте, ремеслам, наукам. И с тех пор люди, которым мы даровали огонь, поклоняются нам. Готовят еду, хранят очаг, воспитывают детей. Хвала Прометею, хвала огню, хвала Настрену, хвала огню. Сейчас я буду готовить лучшую в мире кашу для лучшей в мире семьи. Сейчас я буду готовить лучшую в мире кашу для лучшей в мире семьи. Дети, скоро будет готова мама Лыга. Увидите Азов, скажите им про ужин. Хорошо! Да, мама! Обязательно! Во что сегодня будем играть? Давай играть в трагическую пару! Чего-чего? Я слово такое слышу, трагическая пара. Я буду все время погибать, и ты горевать, и плакать из-за меня. Здорово! Я согласна! А мы? Мы тоже хотим. Нет, это игра на двоих. Ах, вот как! Тогда мы надзвуем быть веселой парой. Правда? Например, если мы играем в папу-мамы, То я буду не просто мамой, А супер-мамой. А ты? А я супер-папа, и круто! Мне нравится! И еще мы будем жить в супер-стране! День идет на садах, приближается к ужин, В казане закипает вода, И для лучших на свете детей и мужа ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Звучит музыка 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 Ваниль, у меня есть секрет Нужны кинза, реган Перец, чеснок, хмели, сунели И тархун Вкусно Бальчики оближешь Мир, покой, тишина Есть время до ужина Самое время сыграть Партеечку в шахматы А кроме приправ важно что? Важно не забыть добавить сахар Важно не забыть добавить соль Говорю тебе, сахар Мой рецепт от самого Партея Соль Мой рецепт от самого Насрена Соль Это белое зло Сахар это белая смерть Ну теперь понятно, в кого твои дети такие упрямые А мне понятно, почему твои дети Такие хилые Хилые? Да твоим детям с этого Кожана дай бог по ложке достанется Сама все выплетешь, чесеха Я-то сама Это тебе еще полтерепни мужиков кормить Но они тебе с колодухи ходят И топ плюются Тьфу на тебя Тьфу на тебя Тьфу на тебя На всех мужиков И чтобы примерить черные и белые клоуны Мы решили припугнуть глупый пал огнем И в качестве воспитательной веры В шестьсот пятидесятом году до нашей эры Устроили для них извержение Казбека Взгляни на эту ажаная на Казбек Твой настроек плюется в тебя огнем Твой настроек плюется огнем В тебя чудело Эй, нюхо дня Бегом домой, чтобы я вас не видела с соседскими Увидим с соседскими Прокляну Мама запретила играть с вами А нам с вами Неужели нашим играм конец? Родителям, лишь бы друг с другом спорить и ссориться Они нас родили и ничего не придумали Это родители, их надо слушаться Найди выход, слышишь? Это я тебе говорю А как это? Почему я, девочка, должна думать как? Кто из нас мальчик? Или мне поискать другого? Не надо, я уже нашел выход Держись за руку и побежали за мной Эй, вы идите за нами Тут классное место, чтобы спрятаться от взрослых Красавище! Нас матерью не видят, а мы увидим всех И что будем делать? Мне это все у взрослых не нравится Давай-ка придумаем свои истории Да, у нас в руках волшебные куклы Да, 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 царь, это и герой Алла, Эмма, Гатаскейн, Арион, Эруна, Скейн Неким царством-государством под названием Калхида Расположенном у речки, что теперь зовется Мзинта Правил царь Аэт Суровый Обладатель трех сокровищ Первая из трех сокровищ Дочь красавица Медея А вторая из сокровищ Сына Эта, брат Медеи Ну а третья символ солнца Дивная руна золотая На овце, что содержалась под охраной дракона Слух о золотой овечке долетел до стран далеких Расположенный за синим, вечно шумным, борным понтом Кстати, древнегреческие понты, современные понты Это совсем не одно и то же Древние греки называли Черное море понтоксинский Что взрослого... Брат, праведей, да, осталось, извини, да За руном к царю приплыла Адалей весь путь нелегкий Шайка коря от морозков А по-гречески героев Во главе со светлокудрым предводителем Ясоном Царь Аэт предъяву принял И назначил испытание Адалейте дракона Будет вам луно злотое А не справитесь? Ну что же, будет хужина дракоши Поздно вечером Киасону Тайна пробралась в Медея И раскрыла Аргонавту Государственную тайну Быстро заключили сделку древнегреки Дочь Кавказа Он пытался взять Медея в жены, чтобы царицей сделать А Медея подсказала хитроумному герою Как расправиться с драконом И украсть руно злотое Кстати, вам наверняка интересно будет узнать Что драконы это эндемичная фауна Кавказа Дракон Кавказский Драко Кавказиум Реликтовая ветвь над отрядом динозавров Огнедышащий родственник, тиродактиль и тирозавров Предгорья Кавказа буквально кишили этими существами Когда грянул катаклизм Вы вряд ли помните, а я видел и помню Как образовалось нынешнее Черное море 7 тысяч лет назад на глазах люди океанской воды Прорвали Босфорский перешейк Эта катастрофа сохранилась в памяти людей Под названием Всемирного потопа Большая часть драконов погибла Какую-то их часть внесло на Дальний Восток И древние китайцы сохранили для нас их облик Несколько драконов оказалось на севере Они упоминаются в древнерусских пыли В этом празмея Горыныча Обратной стороной появления огнедышащих желез Стала острая форма аллергии драконов На рутинную книжную пыль Из которой царевна Мидея приготовила Смертельный аэрозон дезерант С лейблом антидракон Итак, вы наблюдаете онлайн схватку Героя Ясона с драконом царя А это Кстати, дракон был последним представителем Этого небога многочисленного и славного рода И сейчас его убили на ваших глазах Победил я сон дракона Схватки яростной, смертельной Получил руно золотое Из добычи и царевны Поскорее вышел в море Царей узнал про это Сразу просился о погоню Но Мидея прихватила в плейлике родного брата Порубив его на части в море выкинула тело Обезумевший от горя царей прервал погоню Но возмездие за убийство брата родного Настигла хитронную Мидею Вышла замуж за Ясона Родила детей Но вдруг он бросил верную ему подругу И решил жениться снова Сердце дочери Кавказа не стерпело оскорбления Бывшему ж с ума поехал А Мидея как ворона Одинокая колдунья Весь остаток долгой жизни Стасовала бесконечно Так и не обречу пристань Так ужасно завершился Драк блондина и друлетки Кавказская история Вы не могли придумать повеселее Вечно у вас ерунда какая-то Все, мы без вас справимся Алла Эмма Катаскей Арион Эронаскей В те годы сказки реалия были неотличимы друг от друга На Кубане жили сарматы, которые сменили там скифов На Кавказе жили нарты Блемя богатырей и великанов И был у нартов пастух богатырь Саусруко И однажды он решил жениться Но не на девушке своей деревни Как можно было подумать Захотел он взяжел и царицу сарматов Абагу Земляки уговаривали Саусруко не сходить с ума Тихо мирно жениться на своей, на местной Говорили, что пастух царицы неровня Да и норов у царицы крутой Дальше некуда И вообще она не местная Аблантинка Но Саусруко заупрямился Саусруко пришел в столицу Сарматов Прямо как от ворот царицы Абаги И заявил всему народу о своих намерениях Посмеялись над ним жители города А Голшатой Атемии царицы объявил на площади Голь пройдет Саусруко Твои испытания Будет мужем Абаги И пройдет Отрубят ему голову Первый тур Соревнование поэта Вашуков Дальше по плану Танцевальный марафон Проиграет Отрубят ему голову Но если выиграет Хотя нет не выиграет Согласился Саусруко Но при условии баш на баш Если проиграет Голошатый Отрубят ему голову Голошатый не моргнув Принял такое условие И объявил конкурс Ашруков Открытое Иди своей дорогой по стулу Тебе нечего делать у нас тут Прискакал на конец от царицы В столицу А вернешься с обиды На подбитой ослице Считаешь себя опасным горцем Но ты просто лэдэ ластит Ваш Какой между нами может быть спор? Вали отсюда! Я хозяин гор Я хозяин гор Я хозяин гор Кто хозяин гор? Я хозяин гор Я хозяин гор Ох хозяин гор Я все, что горь, то значит Синька мне Я могу подарить синька мне Попыть в леске, конечно, бараном Но для начала пастух заречит вояна Который-то считал себя великаном И хочет намечить там на уши хит-хана Но не был земель до сих пор То, что я хозяин гор Я хозяин гор Я хозяин гор Кто хозяин гор? А теперь танцы, байвы, полосок! Я хозяин гор Я, 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 я Я не могу я пойду, я не могу я пойду, я пойду, я пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я хозяин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже родители молодоженов интриговали и ссорились Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 А по отчеству Тимрюковичам. И поведал он Иван Грозному Про сестру свою, про красавицу. И велел тогда царь Иван принять При дворе послов из Черкессии, А послам с собой привезти княжну. Слово сказано, дело сделано. Как увидел царь красную девицу, Зарабел он, эх, как молоденький, Но услышал он от Черкешеньки Слово доброе, слово нежное. Ты растел от юги снежный, Стыдно грозный сердце нежный, Стыдное в душе ребенок Искупавшийся потемок. Не путайся, я с тобою на стекле. На веке твое, твое, Общий юг могучий, Вознесешься выше тучи. Мол, ями брак на свеет, Обними меня скорее. И промолвил царь, что в обмен на брак Он готов принять горцев потенство, Защитить Черкес от турецких орд. Был веселый пир, аж на целый мир, Молодых народ славил, величал, А жена царя в честь родимых мест Была прозвана Пятигоркою. Стала горцев дочь государыни И московскую, и черкесскую. Пели весело, да невесело Будем песнь нашу мы заканчивать. Захворала вдруг наша душенька И растаяла, как свеча в ночи. Неутешный царь до исхода дней Сохранял любовь к Пятигорочке И наследникам от всех прочих жен Заповедовал в завещании Поминать ее незабвенную Словом добром до молитвы. И пришел черед Тимрюковичу Брату родному Пятигорочке. Полюбил и он деву русскую Василисушку Свет Захаровну, Что царю родней приходилось. Но сказать о том не решался он. Только, к счастью, дева красная Влюблена была в Тимрюковича И открылась добру молодцу. Ты, рожденный южной ночью, Был мне в детстве напророчен, Не положил нас в воду, Был быть пострелен на огою. Ты мой волк, а я овечка, Ты огонь, а я лишь свечка, Ты пою терешься лифа, Ты герой, а я трусиха, А чему же ты родеешь? Позволь меня цареет. И опять была свадьба пышная, Кто на свадьбе был, Тот мед пиво пил. Пировали там царь с царицею, Возлюбил Иван своего Шурина. Тот служил царю верой, Правдою, Возглавлял думу он боярскую, А жену свою, Василисушку, Он любил, не нарадуясь. Был их брат похож на волшебный сон, Родили детей трех, Нет, четырех, И скончались в один день они Перед смертью взявшись за руки. Обновевший царь вызвал Шурина И жену его во дворец к себе, Крепко обнял их И велел казнить Просто так и без повода. Время чийца в небе скачет, А в отопляшем в тронах плачет, Это только что родился, Это в землю опустился, А пылает мара страсти, Счастье свернится несчастье, Все погибнут в этом берег, Но для тех, кто для двери, Кто пронослюбровь сквозь руки, Свет его отлял слуги. Красиво, но почему все они умерли? Эх, такую историю испортили. Смотрите, наши бабы в карты играют, Вроде не воюют. В дурака? В падки днова. Раздаю. Козы регрестят, Дураки на месте. У меня десятка. У меня семерка. Даю. Пью. Хожу с нулей. Пью. Стоп, стоп, стоп. В колодине плакает одной кашля. Мухлёш, он её скинул. Мой муж не шулер, А вот кое-кто подглядывал в его карты. Брат, твой тей, Тебе есть что сказать? Не кипятись, коллега, на свет. Предлагаю пересчитать карты И продолжить игру. Или остановить все это И сыграть заново. Сыграть заново? Когда бы мы практически выиграли, Если бы играли мы за столом, Я бы швырнул колоду тебя в лицо. Война! 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 Война людей и богов! Война! Война на земле! Война на небеса! Война! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 А теперь один! И это будет самая вкусная каша на земле! Вы не помните, а я помню, как в мае 1864 года Именно здесь, на этом месте, закончилась Большая Кавказская война. Это самая долгая война в Иссории Российской империи. Именно здесь был молебен и парад во имя прекращения войны. Когда-то здесь жили скифы и сарматы, римляне и эллины. Сегодня здесь живут эстонцы и евреи, осетины и греки, армяне и грузины, украинцы и русские. А отдыхать приезжают со всего мира. Горь Кавказа, Франция, небо! Его сны крепки, словно камень. Эй! Эй! Ширик! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...